Именно поэтому различные крафты нужно заказывать именно у меня. Прог идеальный. Доброго времени суток, дамы и господа. Продолжаем заниматься профессиями и сегодня хочу поголдфармить. Хочу сделать небольшой эксперимент в рамках этого видосика и посидеть целый часик поделать различные заказы для людей. Я, конечно, уже сделал один такой видосик, обработал его полностью, но, к сожалению, исходник был удален. Там были разные заказы, там была куча агрессии со стороны заказчиков. Я якобы должен был вкладывать рвение вместо них и зачем вообще голда мне выплачивается за эти заказы. В общем, куча всего было интересно, но это все потеряно, к сожалению. В ходе такого прошлого эксперимента, часик крафтил, прыгал по разным персам, было получено 50 тысяч голды. Результат по факту кайфовый. Получится ли сейчас так же или даже больше? Проверим. Но для начала, само собой, нам нужно по-нормальному настроить чатик. Мы хотим пользоваться всеми чатами, а именно и торговля город, и торговля услуги. Очень много спамерских сообщений имеется в торговле услуги по типу «Поможем, проведем, АФК прокачка». Вот это вот не нужно, да, нам абсолютно видеть. Они еще капсят, спамят по 3-4 строчки. Это абсолютно ни к чему. Мы скачиваем аддон под названием «GlobalIgnoreList». Когда мы его скачали, мы пишем команду «IGUI». Писав эту команду, нам открывается окно модификации. Мы сразу же видим заигноренных нами людей, но нас интересует вкладка «ChatFilters». И да, у меня она уже создана. Вам же что нужно будет сделать? Вам нужно будет нажать кнопку «Create Filter». Тут будет все пусто. И в окно фильтра вы введете этот текст. Само собой он будет в описании к видосику. В этом тексте, суть в чем, ачивменты, да, различные прописанные, будут скрываться все сообщения, которые имеют в себе какое-либо вот это достижение. Тут «Амирдрасил», «Ферак», «Герой своего времени», «Кромка». То есть, все такого формата сообщения просто будут убраны. Вы сами это видите, насколько чистый у меня чат. А если вам не нравятся какие-то таргетные сообщения, то мы, например, просто-напросто берем этого человечка, кидаем в «Ignore». То есть, мы не будем видеть его сообщения. Это частичный игнор, стоит это понимать. Прокачка, сейв, все. И то есть, если я открою вкладку «Ignore List», то я увижу, например, за что он был мной замутан. И потом, ну, просто можно снять этот игнор, почему бы и нет. А такой спам, он просто будет нам мешать. После видосика сниму. Надеюсь, не забуду. Касательно аддона, по-моему, все рассказал. Время текущее 20.34. У меня плюс 4 от Москвы. То есть, текущее московское время 16.30. Суббота. Выходной день. Людей должны быть чатики нормально. Крафты должны выпрашивать люди по-любому. То есть, можно найти много-много интересных заказов. Текущее количество золота 20 миллионов 560 тысяч. Округлим для дальнейшей простоты счета. И что, сидим, просто ждем заказики. Можем, конечно, и сами поспамить, потому что что-то слишком тихо в чатике. Поехали. Слэш 4. Крафчу. Кузнечное дело. И слэш 8. Крафчу. Кузнечное дело. В этом седьмом чатике, назвал его семерочкой, открываю параметры. Тут, да, только два канала. Мне нет смысла видеть что-либо другое. Личка перенесена в отдельный уже. Есть, реально, первый заказ. Хорош. Писал ему насчет крафта гребня. Была тишина. Тут с плащом все окей. Ну, получается, сейчас буду крафтить. Окей, окей. Хоть что-то, хоть что-то. Я думал, что за целый час ничего не будет, но как-то слишком мертво. Ищут аркан стихии. Только аркан стихии. Больше, похоже, ничего людям не нужно абсолютно. А у меня нет на него рецепта. Рецепт на аркан стихии — это дорогое удовольствие. Его даже нет на аукционе. Вау. Ну, там цена пару-тройку миллионов. Очень долго, конечно, паладин делает. Ладно. Что, потратим шарик или будем проками делать? Можно проками спокойно сделать, не тратя шарик. Почему бы и нет? Реагенты в партняжном деле очень дешевые. Давай не будем тратить шарик. Давай так, потыкаем просто-напросто. Замечательно прокнуло. 4 тысячи голды получено за 20 минут. Тут как рыбалка, можно сказать. Когда-то бывает много заказов, и ты не успеваешь перезайти с одного персонажа на другого. А иногда бывает вот так, то, что за 15-20 минут всего лишь один заказ скинут. Это грустно. В рамках записи видосика мне хотелось бы показать больше взаимодействия между крафтером и заказчиком. Но тут что-то прям максимально все мертво. Просим сразу, какой нужен этом левел опечатки, потому что сам он не написал об этом. Лучше, конечно, писать сразу, какой нужен этом левел во избежание вот этого дополнительного вопроса. То есть линк самый обычный на 437-го этом левела вещицу прошлого сезона. Я не знаю, какой нужен ему сейчас. 63-й, 76-й или 86-й. Какие у него имеются реагенты вообще, да? Это неизвестно. Полнейшая тишина насчет печатки. А потом через 5 минут мы увидим его в подземелье. Очередной молчун, который отправится, наверное, в игнор или что? Просто если ему нужно 463-е кольцо, я бы с него вообще голды не взял. Написал бы, сколько не жалко. Потому что там реально сделать 2 клика, не нужно добавлять даже шарик или прокать. Но с него кто-то мог взять за это 2-3 тысячи голды. 4. 463-е предметы, пвпшные крафты. Они не требуют чего-то глобального. Не нужно использовать шарик. Поэтому также голды сколько не жалко. Вот сейчас, да, куча разных интересных заказов. Разношерстных. И рвение немножко придется потратить. То есть он и так кинет голды, сколько не жалко по факту за пвпшный крафт. Я надеюсь, это будет более 5 соток. То есть если он кинет меньше, то это будет забавно. Если он кинет, ну там, 500, 1000, 2. Окей, это нормально будет. А, ясно. Он не умеет читать охотник. То есть надо ему еще раз написать на кого кидать. Он походу пытается на этого персонажа. Так, а по прошлым заказам монах молчун. Этот охотник тоже молчун. Ага. Окей, раз этого монаха не устраивают наши условия, его можно просто-напросто кидать в игнор. Если они не устроили его сейчас, то они не устроят его и потом. Поэтому молчун. Нет, я, конечно, зайду на воина. Я проверю, кинул ли он. Потому что некоторые могут молча кинуть ничего, при этом не написав. Но если его не устраивают условия, голд сколько не жалко, я тогда не знаю, что этим людям нужно вообще, в принципе. Чтобы я ему еще заплатил за то, что он кидает вещь, которую я изготовлю для него. Я не знаю. Нет, заказа нет. То есть все сделано правильно. Тыщенка? Да, окей, хорошо. Только зачем он поставил качество, я не знаю. И еще и 21 чешуя сэкономилась. Это мелочь, но все же. Это где-то 20 голдинок примерно. Лишними не будут. А, окей, 10 голдинок. Слишком дешевые реагенты. Пейсок с минимальным уровнем качества. Окей, два слитка сэкономили. Находчивость прокнула, шарик потратили. Галдишку получили. Растем, растем, делаем заказики. Два сплава, сколько на аукционе стоит? Может слить их? А может подождать 4 сезона? И в тот момент просто-напросто потратить все эти слитки? Скинуть на аук? Не знаю, не знаю. Но это очень дешевая цена. То есть я продавал сплавы за 600. Сейчас они стоят 300. Ну и зачем их продавать? Я надеюсь, что в 4 сезоне цена вновь вырастет. Все-таки новые крафты нужно будет людям делать. Они будут вынуждены покупать все эти ресурсы вновь. Две минуты прошло с момента публикации его сообщения. Спросить не будет лишним. Интересуются по цене. Как обычно. И я не понимаю, какой смысл за 3000 продавать гарант крафты. Даже за 4. То, что я продаю, это по факту дешево. На Европе за 15000 все это делается. А здесь настолько дешево идет. Окей, это дело каждого крафтера выдвинуть свою цену за шарик. Но 3000 это слишком дешево. Вижу слишком много ювелиров в чате. Можно зайти на кожевника и поспамить касательно кожевничества. Это будет неплохой мув. Или касательно начертаний. Но мне кажется, кожевничество более выигрышное на текущий момент. Профессия более популярная. Вроде бы он сразу линканул 486. Поэтому сразу пишу цену за 486 ступни. Они же у меня прокачаны. Все правильно. Откроем окно специализаций. Да, да. Все прокачано. Уже нашел. Сейчас еще напишут. Дешевле нашел. Удивительно, удивительно. Знать бы за сколько ему сделают. Ну ладно. 463 крафты. Абсолютно любые. Можно по такому принципу спокойно крафтить. То есть голды сколько не жалко. Потому что это реально два клика всего лишь. И сделать их нетрудно. Поэтому да, голды сколько не жалко. А друид, я так смотрю, решил дальше поспамить. Да, касательно крафта камня. То есть он ищет дальше. С нами он работать не намерен. Окей. Пускай ищет дальше. Полторы тысячи голды. Сколько не жалко. Это замечательно. Реально два клика. Плюс еще немножко реагентов сэкономили. Именно две чешуйки и семь каменистой шкуры. Публичных заказов никаких не имеется. Нормальных. Угу. Либо нет реагентов, либо часть реагентов. Со всеми реагентами нет каких-либо заказов. Очень жаль. Очень-очень жаль. Семь шкуры. Тыщенка голды. Две чешуйки. Десять голды. Неплохо. То есть помимо полутора тысяч золота, еще тыщенка получена. Кайф. Ну да, неплохо. Прошло уже целых три минуты, а от этого воина вообще никаких ответов абсолютно. Просто тишина. Я не понимаю, ему нужен плащ? Не нужен плащ, с которым он будет ходить на протяжении всего оставшегося сезона. Ему жалко четыре тысячи голды отдать за то, чтобы носить бисовую шмотку. Изначальная раскаленная кераса. Одноранговая, да? Найсовый линк. Сразу спросим, какой этом левел нужен. Уточним, потому что если ему нужна шестья третья, то аналогично. Голды сколько не жалко. Но если выше, то придется уже тратить шарик. И, конечно, за это будет четыре тысячи голды. Обязательно ставим смайлик. В конце мы же добрые крафтеры. Да, я угадал. Просто, говорит, в первый раз делаю. Ну, все понятно. Так, друид молчит. Воину надо подсказать дополнительно. Раз он делает это первый раз, то линкану ему, конечно, сплавы. Поможем новичку. Так, с варлоком захожу. С варлоком, получается, захожу. Раз он написал окей, его устраивает цена, судя по всему. Поэтому, да, заходим. Часть. Он не вложил рвение. На самом деле, партняжное дело такая профессия, где правда можно делать все проком. И четыре тысячи голды, наверное, это даже много. То, что я человека беру. У меня этого рвения куча. И шариков тоже куча. Я не особо рассматривал партняжное дело для голдфарма. То есть, суть еще в том, что конкретно для ДК мне что нужно? Только плащик отсюда. То есть, крохи. Крохи реально. Поэтому как-то особо это все не рассматривалось. Особо ничего не делал. И заказов как-то мало видно на партняжку. Поэтому и накопилось так много. Просто проком тут сделаю. Минимальный уровень заказа не выставлен. Поэтому почему бы и нет. Просто проком. Просто проком. Отлично. С третьего раза также прокнуло. Замечательно. Основное свое время я уделял кузнечному делу, кожевничеству, ювелирному делу. А партняжка как-то мимо. Просто мимо. Поэтому и рвение столько накопилось. Идем на рыцаря смерти. Будем, похоже, дальше воину помогать. С крафтами. Я не против подсказать человеку, если он нормально плюс-минус пишет, да, не капсит. То есть окей. Я готов ему подсказать, рассказать, как вот этому воину. Он спросил, я ответил, я подсказал. То есть все нормально. Опираясь на информацию, полученную друг от друга, сделаем ему замечательный предмет. 476-го этом левла. Или это что, я не понял. Он якобы долго ждал меня или что? В чем проблема? Это некрасиво, как минимум. Вдруг я гружусь, по 5 минут сижу на старом ноутбуке. Нужно с пониманием относиться. Да, это он, я уже забыл его никнейм. И я не буду, наверное, тут тратить шарик. И если не прокнет, то я вложу свои теперь два слитки, и тогда уже проюзаю шарик. Хочу прокнуть, чтобы оно было без шарика. Оно и так, по идее, должно сделаться. 476-е. Посмотрим. Да, все окей. То есть, 8 поинтов не хватило, и даже не написало, что якобы прокнуло вдохновение. Это очень интересная механика. Когда-то прокает, когда-то не прокает. Нет какого-то точного определения. Глаз был один. Он про зачарованный гребень змея, что ли? Так, сейчас, походу, будет мини-гайд. Ну и заодно, конечно, предложим наши услуги. Почему бы и нет? Созвониться. Это, конечно, очень интересно. Есть мало людей, с которыми я созваниваюсь вне стрима. В основном, это киска-мурыска. Так еще, помимо нее, статик. Рейдовый гильдейский. Но тут это очень интересное, конечно, предложение. Окей. Привет, Максим. Ну и что? Ну вот что дальше? И я поздоровался. И что теперь? Он скинет жезл? Или мы так и будем в тишине сидеть? Давай поинтересуемся, окей. Окей. Целые два заказа ждет меня в каждом числе. А я вынужден ждать жезл от человека, который меня знает. Который, возможно, даже сидит на стримах каждый день. Это неприятно маленько. То есть я выйду только с друида. Он, наверное, сразу кинет жезл. С одной стороны, он, конечно, может подождать. Войти, так сказать, в положение. Надеюсь, что он поймет меня. Потому что жезл я до сих пор не вижу. Очень долго он его скидывает. Очень долго. Это вот неприятный маленький момент. Он может сагрессировать на меня касательно такой просьбы. Ну, окей. То есть окей, хорошо, понял. Вошел в положение. Молодец. Он должен сделать со 86-ой, конечно. То есть вот в чем суть. И я не трачу шарик при этом. Вот что еще хорошо. То есть украшение не вложено. И поэтому нормально все делается. Было бы вложено украшение. Тут бы было 370 в уровне рецепта. И, конечно, чтобы мастерство поднять на 30-ку, мне пришлось бы тратить шарик. А так это просто-напросто ни к чему. И оно так вот все спокойно делается. Готово. Обязательно смайлик. Мы же добрые крафтеры. Помогли человеку разобраться сегодня с крафтами. Сделали тут шмоточки. А, ну, понятно. То есть как бы поверил плюс знает хорош-хорош. Смайлик в ответ и выходим. Уходим на друида. Делаю последний крафт. И заканчиваем этот эксперимент. По факту я и так взял бонусные минуты. Но просто изначально была максимальная тишина. Либо я слишком много молчунов закинул в игнор лист. Либо просто-напросто сегодня выходной день, суббота. И люди в игру не играют. А где-либо просто-напросто тусят. Целую одну руду сэкономили при рекрафте. Вот это да. Руду, конечно же, кинем на аукцион. Чтобы место она не занимала. 40 голды. Ого. Нереальный проб находчивости. Что ж. В тот момент, когда я все это начал крафтить. Сколько там у меня было голды? Я, если честно, не особо помню. Вроде бы 20 миллионов 560 тысяч голды. Да? По-моему, да. На текущий момент 20,588. Ну и реагентов там на тысячонку на две. 30 тысяч за час. Это не 50. То, что было вчера. Но тоже по факту неплохо. В процессе записи этого видосика, в ходе этого эксперимента, я успел покушать. Я сделал некоторые дела домашние. Пока была пауза, да, глобальная. Я опубликовал видосик с лунным фестивалем, с новинками лунного фестиваля. Так что полу-АФК фарм, это намного круче, чем сидеть и фармить какой-то трансмог, который вы вообще никогда не продадите на ру-реалмах. По факту, это кайфовый способ формануть голдишку. И я буду фармить на профессиях до тех пор, пока это можно делать. То есть, как только на профессиях нельзя будет фармить, я перестану это делать. А сейчас еще возьму и камушек скрафчу. И еще фарману 4 тысячи голды. Два клика, 4 тысячи голды. Но стоит, конечно, учитывать, да, для этого должна быть профессия прокачана, должны быть инструменты, например, находчивость целью того, чтобы генерировать реагенты из воздуха. В общем, думайте. Хотите вы выливаться в это дело, или же не хотите? Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!